Праздничный концерт, организованный Лужским Домом Культуры, при поддержке депутата законодательного собрания Олега Коваля, прошел под названием «Не надо жалеть, надо просто помочь» и был посвящен Дню Инвалида. На праздничном концерте можно было не только смотреть выступления, но и подпевать, и танцевать, а после отведать угощение, принять участие в фотосессии и получить шоколадку. Нам понравилось все, вообще это уже не первый раз. Очень приятно, что о нас не забывают, потому что наши дети практически не выездные. Поэтому я считаю, что для ребенка это очень даже полезно и познавательно. Ну и вообще вот, я не знаю, даже отдохнуть просто, вот ребенку, ну некуда в блоге пойти, сами понимаете. Поэтому я считаю, что это самое, вот не знаю. Вот тебе понравилось? Да, мне понравилось. Мы правда уже не выходим танцевать, потому что нам уже все-таки 14 лет. Да, хватит. Мне понравился концерт. И парке понравились игрушки там, которые выступали. Какие выступления? Ухлопал, он даже танцевал. И все. Старайтесь не пропускать такие праздники? Нет, старайтесь не пропускать. Мы сейчас-то ездим сюда. В организации праздников приняли участие волонтеры, добровольные помощники, студенты из Лужского института филиала ЛГУ. Программа замечательная. Дети активные, очень активные. Они даже не скажут, что они с ограниченной ответственной возможностью. Очень прекрасные детки, все понравилось. Прекрасная программа. Любим детей и будем им помогать. Главное в этом мероприятии было общение, чего немаловажно для детей с ограниченными возможностями. Они проявили инициативу, общались активно. То есть, очень замечательные дети. Ну, что еще можно сказать? Да. В принципе, все очень понравилось было на высшем уровне. Слава Богу, что в нашем городе, если таких детей праздники проходят, побольше мероприятий, потому что дети улыбаются, детям это нравится. Как-то хочется, чтобы это было побольше проходило. Это все в нашем городе. Праздничный концерт порадовал всех гостей, создав отличное настроение на целый день. Валерия Багаева, Ринат Алеев, Лужские вести, Лиг-ТВ.